Ну, я далёко от мысли, что там у Роснефти, там у Лукойла, там у кого хотите, у них с деньгами сильная напряжёнка. Но там же есть два момента. Первый – это физическая защита этих резервуаров. Сетки натяните, сверху поставьте лимитарные воздушные шары. Но это не так сильно дорого стоит, это можно делать. Можно, конечно, вообще бетон заковать, правда, да? С той стороны сегодня тоже много чего летело. Давайте сейчас пройдёмся по тому, что прилетело со стороны врага. Одесса будет пустая. Потому что я очень многие вещи Одессы, Одессе человеческой, не прощу никогда. Никогда. Ну, потому что неонацизм оказался интернациональным, правда? А Гитлер говорил, что национал-социализм – это не товар для экспорта. Пусть уже в базовой конструкции у вас нестыковка. Но никто же не задумывался, правда, придумали себе сладкую песню. И давай её все горланить. Ну, а проблему как бы упустили. Из видов. Привіт, друзья, меня зовут Олена Курбанова. И вы на моём YouTube-канале Курбанова Лайв. А это свежий выпуск російської антипропаганди, их антикринжатини и перепису того, каким боляче, как они страждают от свежих прильотов. Вы не забывайте оставить нам лайк и обовязково подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайв, бо сьогодні ми вам покажемо таке. На Росії знову неспокійно. А хто з нами давно пізнає, що я ще понад рік тому пророкувала, що до росіян почне долітати. Долітати в абсолютно різні регіони. І це будуть НПЗ, военно-промисловий комплекс. І не тільки. Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники, і не тільки, так в них і буде палати. І це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема, і їхнє озброєння. Тож, ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня і що відбувалось за парєбріком. Дякую. 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 І попри те, що самі пропагандисти, як правило, кажуть, ну навіщо знати правду недорогим росіянам? Від правди вони зійдуть з розуму. А все одно вибухи, пробачте, бавовну, або наслідки неправильного застосування і використання вогню просочуються в соціальній мережі. До речі, самі на дорогі росіяни, як правило, фільмують, кадрують і роблять нам відеозвіти всього того, що в них відбувається. Ну а далі, звісно, починається обговорення і наша улюблена частина, як вони це коментують. Ми найяскравіші кадри, звісно, зібрали. Ніч була активна. Во-первых, армія Росії провела очередну ракетну атаку. Ракети летели в центр страны. Київська область. Ось сообщається о взрывах калибров. Кроме того, работало ПВО. Но однака, однака, никаких результатів работы ПВО нету. Лишь только сообщение о взрывах в Київській області, кроме того, Житомирській області, і сильній взрыві в Київі і близьких окрестностях. Оставшіся ракети улетели на западне направлення страны. Це Львов, Івано-Франковськ. Там тоже щас об'явлена ракетна опасна. Тому, якщо буде нова інформація, ми вам обязательно розкажем. Зараз ми вам покажем результаты работы наших ракетчиків. Вот такие видеоподтверждения приходят о попадании. Це фотографія із Києва. Видео пролета российської ракети со звуком. Хорошо летит. Хорошо летит, красиво, на заре. Даже птиці сорвались. Ну, в общем, таких ракет було нескільки. Щас ще одна пройдет, сутно, тож со звуком. Боже. Да, сообщения о попадании в Киеве и окрестностях продолжают приходить. Ну, и, собственно, они будут обновляться. Однако, с той стороны, сегодня тоже много чего летело. Давайте сейчас пройдемся по тому, что прилетело со стороны врага. Это в основном были беспилотники. Во-первых, отразили массированную атаку на Брянск. Несколько часов армия России отражала удары врага. Со ссылкой на губернатора Богомаза в течение первого часа было уничтожено 12 беспилотников. Трубчевский район, Брасовский район, Почепский. Пострадавших и разрушения, слава богу, нету. Далее, 9 вражеских беспилотников уничтожены силами ПВО. Дубровский и Брянский район по одному в Клинцах и Новозыпковском со Стародубским округами. Здесь тоже пострадавших нету. Около 3-х часов ночи попытка атаковать объекты в Суражском районе. Два беспилотника уничтожена. Кроме того, Смоленская область, над Смоленском и Ярцево работали наши силы ПВО для отражения атаки врага. Со ссылкой на губернатор Анохина сообщается, что в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нету. Кроме того, объявлялась воздушная тревога сегодня в Липецкой области, Липецкий район. К этому времени она уже снята. Ну и также воздушная тревога в Воронежской области объявлялась сегодня ночью. Уже пришел отбой вот буквально несколько минут назад по времени. Об этом сообщает губернатор Гусев. Ну и пока по прилетам что называется что называется все? Да, но это только пока, друзья. Продолжаем следить за ситуацией. Оперативно вам сообщим обо всех дальнейших прилетах, которые наверняка сегодня еще будут. Глаза и даже не вижу сначала ничего, говорит спасший кону морпех. Трудно поверить, что остался жив после удара кассеты. Потом Чех заметил мотоцикл боевого товарища с позывным МОПС. Я выбегаю вот с этой иконой вот так. А он проехал меня, потом разворачивается. Чех, ты что ли? Я говорю, я. Садись быстрее. Я, короче, икону под мышку. Все на этот кросс. Я такой думаю, Господи, спасибо. Господь, совершая такие удивительные события на фронте, показывает, что правда Божия на нашей стороне. Мы воюем на стороне добра, на стороне правды. Как у этого парня горят глаза? Он рассказывает о случившемся с каким-то даже восхищением, но не собой, не тем, что он вынес иконы из-под огня, а восхищаясь настоящим чудом. Иначе, пожалуй, не назовешь то, что произошло. И икону вынес, короче, и сам вышел. Слава Богу. Видя сюжет, я просто понимаю, насколько молодцы ребята. Теперь у них будет свой небесный покровитель. Вот. И дай Бог всем нам дожить до победы. Когда Новомихайловку восстановят, Морпех хочет вернуть икону Николая Чудотворца в храм после его реставрации. А пока бойцы собираются сделать в подразделении походную церковь. Ведь на фронте у каждого своя вера, а по сути одна в Бога, в себя и в победу. Но кроме этого у нас все-таки у каждого объекта есть ну или хозяин или руководитель, как хотите назовите. Вот мы видим, что сейчас, понятно, предельно бьют по объектам топливного комплекса энергетического. Но я далеко от мысли, что там у Роснефти, там у Лукойла, там у кого хотите, у них с деньгами сильная напряженка. Но там же есть два момента. Первый, это физическая защита этих резервуаров. Сетки натяните, сверху поставьте элементарные воздушные шары. Но это не так сильно дорого стоит, это можно делать. Можно, конечно, вообще в бетон заковать, правда, да? Поставить стойки и бетоном залить вправо и слево. Тоже эффективно, вообще, против дронов наглухо. Ну хотя бы сети поставьте за 50-70 метров, уже будет эффективно, никакого ущерба не будет. Второе, ну, ведь на сегодняшний день... Ну, наверное, это стоит меньше, чем одна грушевидная мышца в жопе какой-нибудь из флоболистов, которые они покупают для своих клубов. Второй момент. Но все-таки рыбом можно пользоваться. Можно создать свое в охранных... Все равно есть охранные предприятия, правильно по этим вопросам? Создайте подразделение, которое будет заниматься рыбом. Причем наши кулибины все это дело сделают, это уже будет практически хорошая защита от того, что есть. Это же тоже можно сделать. Но на что надеяться? Что скоро вроде как все кончится, правда? Но не кончится скоро все. Совсем? Совсем не скоро не кончится. Это будет постоянно. И это надо будет проводить в том числе и в мирное время, прекрасно понимая, что на сегодняшний день Запад в агонии. Ну, в агонии реально. Вот, судя по панике, агонии, да, Западной Европы там дохнет раз. И они все равно будут пытаться гадить. Я тоже очень переживала. А как же будет Одесса? А как же вот, а вот там же что же вот? А потом, знаете, после какого-то очередного похода в госпиталь и общения, а ходим мы никуда-нибудь в отделение гнойной хирургии, где лежат ребята с ампутациями. И поговорив в очередной раз вот с ними, я всегда думала, что вот, знаете, вот моя отличительная черта это гуманизм, да, и как новомодное слово эмпатия. И вот не я сама, не вот эти вот ребята, не они виноваты в том, что из меня это чувство по отношению к Украине, оно иссякло. Вот мне жалко Одессу как город, мне жалко архитектуру, да, мне жалко знакомые из детства вот эту булыжную мостовую, мосты и мостики, набережные. Вот это мне жалко. Вот если бы вот мне сейчас сказали, поехать, хочешь в Одессу, я бы сказала, да, при одном условии, при одном условии, что Одесса будет пустая. Потому что я очень многие вещи Одессы, Одессы человеческой, не прощу никогда. Никогда. Это все давным-давно развивалось. Просто мы зачем-то вбили себе в голову, что все преступники получили наказание, да, потому что у нас сейчас вот выйти любого спросить, что было с нацистскими военными преступниками, что он скажет. Нюрбергский военный трибунал всех осудил. Если ты попросишь его рассказать, кого же конкретно и за что осудили, то уже все, здесь будет пауза. Почему мы это в том числе делали? Потому что повесили далеко не всех, кого надо было. Например, сегодня вот день памяти из Форби. Что это такое? Это реализация оперативного плана номер двадцать один. То, что у нас принято называть Барбаросса. Кто был создателем этого плана? Фридрих Паулюс, генерал-фельдмаршал, которого взяли в плен в Сталинграде. Первый фельдмаршал в истории Германии, который не покончил жизнь самоубийством при пленении. Судили ли Паулюса? Нет. Больше того, он на Нюрбергском военном трибунале был свидетелем обвинения. Свидетелем. То есть человек, которого надо было повесить в числе первых за план Барбаросса, был свидетелем. Он же не один такой. Создатель танковых войск Третьего Рейха. Генерал-полковник Гейнс Гудериан. Повесили его в Нюрнберге? Ничего подобного. Он, как и Паулюс, был свидетелем обвинения. Ну, вот извините, при таких составных частях вы какой результат там хотели получить? Конечно, пока был Советский Союз публично о своих симпатиях, о своих героических родственниках, которые боролись за просвещенную Европу, никто вслух особенно не говорил. Ну, кроме представителей НДП. Это вторая нацистская партия Германии. Ее основали гауляйтеры сразу после войны. Это, кстати, опять же к вопросу о, да, кто и как там победил неонацизм на Западе. Вот эта партия, да, она постоянно произносила подобного рода слова. А после развала Советского Союза это вообще стало трендом. Стала шлифоваться история. Героические предки снова в культе. Они же боролись с Путиным той эпохи. Вот если просто в сухом остатке высечь вот эту формулу, которую они сейчас прививают. Я вас уверяю, друзья мои, перед вами положить два текста, вот убрать оттуда слова Путин Сталин, вы не отличите условно продукцию современного там Бильда или Дойче Вейли иноагентного от того, что писала например газета Де Рангреф, основанная Йозефом Геббельсом, потому что это один и тот же текст, один и тот же. Это у нас день памяти и скорби. А у них это день тоски, что Великая Победа не случилась. Они ровно так к этому и относятся. Я убежден, что рано или поздно прозвучит, что в принципе вот часть идей у Гитлера конечно преступны, но некоторые были вполне себе. И начнут дальше эту тему качать. Да, какие-то символы запрещены. Запрещено там условно публичное исполнение песни Хорст Вессель, гимна НСДАП. Но при этом извините вон вчера играла сборная Украины, ходили по улицам и орали дурнины сукс. И что, была какая-то реакция у германской полиции по этому поводу? Ничего подобного. Была какая-то реакция у германской полиции на запрещенные на территории Европейского Союза символы. Я имею ввиду волчий крюк. Это если кто-то не знает символ 2-й танковой дивизии войск СС Досрайх. Он же символ террористов Азова. Вчера тряпка болталась в том числе на трибунах. Ничего. Получилось как в пророческом фильме 17 зновений весны. Нам не простят голода и бомбежек. Но там где впервые прозвучит слово Хайль там начнется наше возрождение. Слово Хайль в чей-то персональный адрес прозвучало правда в 1990 году. Хайжевести Пан Бандера еще Советский Союз еще КПСС у власти А на западе Украины проходит марш 1 января в день рождения этого упыря который назвали маршем в поддержку традиционной украинской культуры. Ну и понеслась душа в рай а ноги в европейский парламент. Поэтому не надо здесь ничему удивляться. Все закономерно. Этот процесс был благополучнейшим образом упущен. Потому что все страны после Второй мировой войны взяли свое парное не задумываясь о том как и чего будет дальше. Извините никто же не думал в 1900 там условно 58 году что придет человек с карты Армении на голове и развалит Советский Союз и объединит Германию. Это же невозможно было себе представить. Да больше это невозможно было себе представить даже в 84 году. А тем не менее это произошло и дало толчок. Мы просто боролись все время не с тем. Мы придумали сами себе какое-то эфемерное понятие неонацизм. При этом никто даже не может объяснить а чего туда вкладывается. Ну потому что неонацизм оказался интернациональным. Правда? А Гитлер говорил что национал социализм это не товар для экспорта. То есть уже в базовой конструкции у вас нестыковка. Придумали себе сладкую песню и давай ее все горланить. Ну а проблему как бы упустили из видов. Далее звісно будет. Допоки существует Российская Федерация допоки они будут продолжать свою повномасштабную войну и наступ на нас в них будет палать и гореть щоденно. А отже мы незабаром з вами снова побачимось. Не забывайте лишать нам вподобайку обовязково подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Олег Коментуйте почути побачене Бережіть себе Бережіть Україну Курбанова 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 Продолжение следует...